У злоумышленников не осталось ни шанса скрыть свою причастность к преступлению. В областное бюро судебно-медицинской экспертизы совсем недавно поступил комплекс современного оборудования для идентификации личности. Теперь работа экспертов ускорится, а результаты будут соответствовать международным стандартам. Он открывает путь к Российскому банку генетической информации, потому что с помощью этого комплекса мы получаем возможность иметь стандартный результат по идентификации преступника. И этот стандартный результат отправить во Всероссийский банк, где уже огромное количество образцов имеется из других лабораторий. При повторном совершении преступления злоумышленника благодаря базе удается идентифицировать в течение считанных часов. В бюро судебно-медицинской экспертизы привозят вещественные доказательства со всех мест преступлений в регионе. Здесь специализируются в основном на тяжких, против личности, то есть самых страшных. В год примерно 150 убийств. Столько же изнасилований, тысячи различных телесных повреждений. Исследования по уголовным делам включают в себя исследования вещественных доказательств и биологических следов, которые присутствуют на этих биологических следах, на этих вещественных доказательствах. Это и следы крови, спермы, слюны, волосы, клетки, ткани и органов человека. И экспертиза по гражданским делам – это в основном установление родства, установление отцовства или материнства. Как бы преступник не старался скрыть следы, ему это не удастся. ДНК-материал можно извлечь и из малюсенькой капли пота или слюны, и даже из одного волоска. Приборы позволяют работать со сгоревшим, сгнившим или застиранным материалом. Автоматическая станция ДНК позволяет точно дозировать количество реакционных смесей, необходимых для дальнейшего проведения анализа ДНК. Экспертиза по своей категоричности уподобляется приговору суда. Поэтому самое важное в работе специалистов – точность. Здесь гарантируют результат исследований верен на 99,99%. В колонку кладется материал, заливается резирующим буфером. И сейчас мы центрифугируем, чтобы садить уже резированные клетки. После центрифуги в пробирке остается ДНК, которую можно сравнить с предоставленными следователями образцами или базой данных. Лаборатория в Ивановской области пока одна. Существует она уже 23 года. Первый в стране материал, который был идентифицирован методами генетического типирования, был материал из Ивановской области. И поскольку сотрудникам, руководителям правоохранительных органов это очень помогло, они увидели на деле, насколько это здорово, достаточно быстро администрация области выделила существенные деньги для того, чтобы мы организовали лабораторию. Генетическая лаборатория оборудована по последнему слову техники. Следующий шаг – добиваться переоснащения лаборатории судебно-химического исследования. Количество ядов растет гораздо быстрее, чем мы себе это представляем. Новые наркотики, спайсы, лекарственные вещества, которые можно было бы с успехом идентифицировать, мы, к сожалению, этого делать не можем, потому что то оборудование, которое сейчас в отделении судебной химии имеем, оно безвозвратно устарело. Цена прогрессивного комплекса по приблизительным подсчетам превышает 30 миллионов рублей. Закупка невероятно дорогая, особенно учитывая факт, что, несмотря на труд во имя закона, бюро относится к Департаменту здравоохранения. Но эта цена с лихвой окупится существенным снижением уровня преступности, которого здесь и добиваются. Совершать злодеяния безнаказанно невозможно, когда против наука. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.